Добрый вечер! Приветствую всех зрителей телеканала «Губерния». Сегодняшнее место встречи – Самарская государственная филармония, на сцене которой выступит пианист Михаил Яновицкий. В 90-е он эмигрировал в США, но душой неразрывно связан с Россией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я с удовольствием представляю гостя нашего сегодняшнего эфира. Пианист Михаил Яновицкий. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, София. Хочется вас поприветствовать в нашем городе, потому что вы впервые в Самаре. Да. Какие ощущения? Очень приятные ощущения. И я с нетерпением ждал приезда сюда. С этим городом меня связывают как бы невидимые узы, потому что семья прабабушки жила здесь долгое время после войны. В 40-е, в конце 40-х, 50-х годов. Поэтому чувствуется такое незримое присутствие семейных уз здесь. Ну и да, я хочу познакомиться с городом, и я жду новых встреч с людьми, с обликом этого города. Знаете, какой интересный момент? Вот, скажем, гитаристу, скрипачу или альтисту, даже барабанщику повезло, потому что он может путешествовать со своим инструментом, к которому он привык. А у пианиста проблема, ведь он приезжает на площадку и встречается с, так скажем, новым роялем. Вот взаимодействие с инструментом, на котором вы до этого и не играли, сложно для вас или нет? Вы знаете, я привык, но на самом деле это действительно непросто. Процесс привыкания – это очень ответственный процесс. И да, тоже час не меньше занимает, а два часа уже вполне. Многие музыканты говорят, что они относятся к музыкальному инструменту как к живому человеку. Рояль – это живой организм со своим настроением, со своим, скажем, именем и так далее. Знаете, да. Иначе быть не может. Ну вот смотрите, нога человека – это та часть, которая вступает в контакт с планетой Земля. Да? Если человек босиком ходит. А руки, кончики пальцев – это та часть тела, которая вступает в контакт с инструментом. То есть соединяет живого человека с неживым инструментом. И вот задача моя – это чтобы инструмент стал, так сказать, моим расширением, частью меня. И, в общем, от меня это зависит почти на все сто процентов. Немножко процентов, конечно, зависит от качества инструмента. Субтитры создавал DimaTorzok Михаил, вы долгое время живете в Соединенных Штатах Америки, но часто приезжаете в Россию, не забываете, и даете концерты в Москве, и в Санкт-Петербурге и так далее. Это ностальгия? Нет никакой ностальгии. Какая может быть ностальгия, когда дома двое детей? Работа в университете, работа с частными учениками, концертами, концерты. Вы не разделяете себя с Россией сейчас? То есть вы чувствуете себя гражданином Америки, либо вы до сих пор гражданином России? У меня два паспорта, два гражданства. Но у меня вот двое детей, и я читаю им по-русски. Они русский язык учат, и будут учить, и будут на нем говорить, и писать, и читать. По-английски, конечно, тоже, безусловно. Что касается русских композиторов, я особенно связан со Скрябином. Вы защитили диссертацию, если не ошибаюсь, да? Да, вы абсолютно точно не ошибаетесь. Да, трудно было 120 страниц по-английски писать, но пришлось и написал. Да, и поэтому, что касается русской литературы, русских композиторов, конечно. Стоит отметить, что американская компания Стэйнвэй присвоила вам звание артист Стэйнвэй. Стэйнвэй – это какое-то достижение цели, когда вы приехали в Америку, когда вы только там начинали, что через какие-то, скажем, 5-6-7 лет вы станете признанным вот, скажем, такой авторитетной музыкальной компанией. А я об этом даже не знал. Мне сказали, дело в том, что, понимаете, Стэйнвэй – это был район моей мечты. Я должен вам маленький секрет сказать. Один из самых ценных курсов, которые я взял в Тэмпл-университете, это уже после того, как я Московскую консерваторию окончил, в Джульярде поучился, у меня был курс настройки и ремонта фортепиано. Не надо смеяться. А кто его вел? Настройщик, он же пастор в церкви по совместительству. Он учился у настройщика Горовица, Владимира Горовица. И он сказал такие вещи, которые я никогда в жизни не забуду. И он тогда объяснил, как Стэйнвэй делается. И он сказал, что рояль покупайте под частным объявлением, а не в магазине. Климат имеет очень большое влияние на качество рояля и на его долгожительство. Поэтому здесь лучше европейские рояли, а в Америке европейские хуже. А что сегодня услышит самарская публика? Бетховен и Бранс. Это вы выбирали? На самом деле филармония выбрала, но я с удовольствием. Это мои композиторы, которых я уважаю до глубины душе. И музыки не было бы классической без этих двух имен. Есть композиторы, без которых музыка могла быть. Ничего бы не было, если бы их не было. Например, простите меня, господи, Сен-Санс. Хороший композитор, Самсон и Далил. Но если бы его не было, если бы он был лаборантом где-нибудь, ничего бы искусство не потеряло. А без бетхойной музыки бы не было, как и без Бранса. И это я, не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Михаил, скажите, а с кем из музыкантов современности, либо прошлых лет вы бы хотели сыграть в «Четыре руки»? Вот я сразу же говорю с Раду Лопу. Это румынский пианист, который учился у Нейгауза в Москве, он прекрасно говорит по-русски. Я ходил на его концерты несколько раз в Филадельфии. Мой друг Игнат Солженицын на мой день рождения сказал, приходи, будет сюрприз. Я пришел в центре города Филадельфии, встретился, говорит, мы идем на концерт Раду Лопу. Ура! Вот это подарок. И его музыке есть «Коровье тепло». Он учился у ученицы Шнаббеля Марии Курчу в Лондоне, и Игнат Солженицын на нее тоже учился когда-то. Вот. И у него, он необычайно приятный человек в общении, с одной стороны, а с другой стороны, такой жить хочется и хорошо, вот, вкусно, когда он играет. Поэтому с ним бы мечтал сыграть. И, а что именно? Ну, вот фантазию Шуверта Фоминова, например, мечтал бы. Ну, не знаю, сбудется, нет, но хотелось бы. Дай Бог, чтобы сбылась эта мечта. Спасибо. А для вас важно, чтобы зрители, поклонники вашего творчества также вам говорили, что, Михаил, когда мы находимся в зале, когда вы играете, мы тоже расплываемся в улыбке, мы счастливы и благодарим вас за ваше творчество. Вы будете смеяться, но так и происходит. И я вам хочу сказать, что я это особенно ценю, когда это происходит от непрофессионалов. Я играю для людей, не для узкого круга знатоков, а для людей, и когда люди, знакомые или незнакомые, приходят после концерта за сценой и говорят, что жить становится лучше, и хочется что-то хорошее, приятное. Ну, вот я тебе говорю, спасибо, значит, получилось. Тогда есть понимание, для чего это все, для чего мы выбираем эту профессию. А я не знаю, для чего ее выбрали родители. Дело в том, что это смешно, но у меня музыканты есть с обеих сторон. Сто лет назад семья прабабушки, той самой, которая жила здесь, в Самаре, семья прабабушки, прабабушки, она в 13-м году почти в полном составе эмигрировала в Англию, то есть сто лет назад, в 1913. А в 35-м году мой дедушка, понимавший ситуацию, сказал переписку прекратить, письма сжечь, оставили только фотографии. И через 70 с лишним лет эти фотографии были опубликованы на интернете, на каком-то сайте с вопросом, мы вас ищем. Оказалось, что они то же самое опубликовали, те же самые фотографии. Оп, и мы нашли семью в Лондоне. Замечательные, как встретились, как будто не расставались. Но они только по-английски говорят, с британским акцентом, к которому мне надо прислушиваться, американский, английский, другой немножко. Так вот, отец моей, это троюродная сестра моей матери, двоюродный брат моей бабушки, он был дирижер, он сейчас на пенсии, он играл с такими выдающимися людьми, как Шура Черкасский. Жалко, что поздно познакомился. А как вот интересно, одна семья, которая живет на разных континентах и не знала до этого друг друга, по сути, занималась одним и тем же делом, да? Это какие-то гены? Я не знаю. Вы знаете, мы подходим к теме, где я некомпетентен. Но мне кажется, что что-то в этом есть. Вот все, что могу сказать. Мне кажется, когда человек просто может сыграть на фортепиано, это какое-то божеское проведение. Потому что, вот казалось бы, вот у меня есть две руки, десять пальцев, ведь нужно только прикоснуться к клавишам, а я не смогу сыграть. На самом деле, каждый человек может научиться на фортепиано вопрос, до какой степени. Научить можно практически каждого, а вот до какой степени? До такой степени, чтобы человек мог раствориться и не думать о том, а что следующее, знаете, как... Вот это уже немножко сложнее. Вот это то, о чем вы и говорите, София. Михаил, а кажется, нот всего лишь семь. Как? Восемьдесят восемь? Ну, кажется, что дор и ми хасо ля си для тех, кто... А еще диезы пять. Это да. Двенадцать. А ваша какая любимая нота? Есть такая? О, Господи. Я когда-то считал, что нота ля имеет зеленый цвет, а на самом деле... О, интересный вопрос. Наверное, фа диез. Фа диез для меня это какой-нибудь такой то ли синий, то ли фиолетовый цвет. Это киноэстезия называется, сочетание цвета и музыки. Римский Корсаков и Скрябин. На эту тему много говорили. Да, ну, скажем, фа диез. А психолог бы сказал, что если человек выбирает фиолетовый либо сиреневый цвет, то он большой фантазер. Вы фантазер? Наверное. Но фантазия это что? Это мыслительный процесс? Наверное. Михаил, я вам от всей души желаю, чтобы как можно дольше вы фантазировали и радовали публику своей музыкой. Спасибо вам, Татьяна. Спасибо вам огромное за эту беседу. И приезжайте почаще к нам в Самару. Ну вот, будем над этим работать. Спасибо. Спасибо вам. До встречи. Ну что ж, а на сегодня мы с вами прощаемся. Как всегда, увидимся ровно через неделю на телеканале Губернии в программе «Место встречи». До скорого нашего свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова